Друзья, приветствую! Станислав из Кемерово прислал образцы масла Ravenol RUB 540. RUB это у нас Racing Ultra Performance, то есть бескомпромиссное гоночное масло. Сейчас я вам покажу. Масло такое, да, почитал я про него, там все, что было на складе и вообще все, что нашли, сюда напихнули и нафталины, и полиэстеры, и молибден, и вольфрам, вообще как бы такое по максималу напиханное. К сожалению, описание Станислав не вложил, прислал его на почту, поэтому полюбуйтесь на баночке, и сейчас приступлю к созданию эталона. Здесь, конечно, вольфрам осложняет ситуацию, и магниевые тоже пакеты также действуют, потому что это металлы, прибор их не видит. Металлы надо определять, сжигать их плазмой, и тогда по цвету пламени можно определить наличие их. К сожалению, вот такая ситуация. Так, есть эстеровый пик, полиэстеры, да, видно на уровне Mobil 1 ESP, да, в принципе и FS, очень похоже по уровню, тоже 0.3, там 0.32, вот плюс-минус так. Сейчас посмотрим, что намеряет прибор по противоизноске. Да, 70 процентов, также, кстати, похоже на Mobil, чуть меньше, потому что понижается зольность. Часть этих ZDDP выполняют, функции выполняют беззольные вот эти присадки на основе эфиров, полиэфиров. Кислотные я выставляю как по аналогии с Mobil 1, а щелочное по данным заявленным, значит, равенолом самим 8.3. Ну, видите, здесь сложности с этим сдвигаются, когда эстеров приличное количество, вот эти сдвигаются параметры, кислотные, щелочное, путая прибор, прибор оценивает их как карбоновые кислоты, продукт окисления масла. Так, все, эталоны я создал, можно приступать к проверке отработки. Это Audi A4 2015 года, B8, я так понимаю, рестайлинг, двухлитровый TFCI, третьей генерации 320 сил, второй стейдж, катализатора нет, общий пробег автомобиля 70 тысяч километров, пробег на масле 3000 километров, 150 моточасов и долито до максимального уровня 250 миллиграмм. Противоизносных присадок в отработке прибор намерил 62%, гликоли нет, нитрование на хорошем уровне, не сильно оно, оксиды и азота образуются, скажем так, в масле, вернее, накапливаются. Значит, сажи 0,04, ну, нормально для такой мощности и, в общем-то, 20 километров средняя скорость городской эксплуатации, нормальный уровень. Так, кислотная, нарастает чуть выше, чем обычно, на 0,86, обычно где-то за 200 часов, это, ну, не критично, видимо, теплонагруженные моторы, поэтому и 64 щелочной прибор намерил, то есть запас еще приличный и, кстати, воды меньше, чем свежим. Так, все, сейчас покажу вам сравнение вязкости, свежая отработка, учитывая то, что это, как написал Станислав, преимущественно зимняя эксплуатация, 8 месяцев масла в моторе, значит, и северный регион, я думаю, что будет разжижение, да, так и есть. Сейчас посмотрим, насколько оно сильное, ну, в общем-то, нормально не сильное, я оценил 29 процентов от максимального, то есть для городской езды и северного региона абсолютно нормальная картина, то есть вообще никаких вопросов к машине, к мотору нет. Да, кстати, Станислав написал, что четыре года уже на стейдже, на такой мощности. Да, пожалуйста, не забывайте отметить видео, подписывайтесь на канал, кто не подписался, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. И сейчас давайте посмотрим прогноз по ресурсу. Ну, повторюсь, здесь вольфрам и вот такой скользкий момент с точностью ресурса. Я думаю, что это масло отработает 350 часов, как минимум. Здесь видите, прогноз моющих нейтрализующих свойств получился 332, но прибор не видит вольфрам, не может он его увидеть, это другой метод совершенно, это не инфракрасное, а ICP, как я уже говорил. Поэтому вот, и да, и образец взят на 3000 километрах. Чем ближе к сработке, тем показатель более пологий. То есть, я думаю, что если взять тут на 6000 пробу, то она покажет больше, чем 350, я думаю, что возможно она показала 370, но еще вот вольфрам. Тут такой момент, к сожалению, я ничего с этим поделать не могу. Это особенности каждого метода. В каждом, как говорится, методе есть свои плюсы, есть минусы, так же, как и лаборатория, где-то в плюсе, где-то в минусе, где-то прибор предпочтительнее. Ну, в общем-то, так, для каждой из задачи свой инструмент, понимаете, да? Вот, ну, к сожалению, вот так. Но я думаю, что на этом масле, ну, я уверен, 350 часов оно отработает в данном моторе, то есть мотор нормальный, живой. Не вижу, чтобы как-то ему стейч помешала сильно. Такая мощность 320 сил с двух литров. Вот, на мой взгляд, масло крепкое, хорошее, ну, топовое однозначно, все там есть, что необходимо, а может даже больше. Ну, как бы, вот такая картина. Благодарю Станислава за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!